Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами находимся на сдаче очередного нашего объекта. Это маленькая аккуратненькая баня, но с очень интересной изюминкой. У нее, она внутри очень просторная у нас получилась. Данная баня выполнена по каркасной технологии. Из обрезной сухой доски, в данном случае стены толщиной 170, но они получились достаточно устойчивые, прочные и теплые. Пожелание заказчика было, чтобы печь в бане обогревала все пространство в бане. И тепло сохранялось. Я переживала, что из-за того, что будут высокие потолки, будет прохладно. Но вот сейчас мы затопили печь, и в бане очень-очень тепло. Ну и печь, конечно, подобрана очень удачно. Утеплитель здесь выбран Rockwell Light Bites Extra. Достаточно плотный, с высоким сроком службы. И он достаточно хорошо держит тепло для стен толщиной 150 мм. Чтобы не строить большие габаритные стены, для таких маленьких зданий, чтобы они не смотрелись громоздко, вполне хорошее решение. И вот снаружи банька кажется очень маленькой. Такая аккуратненькая, красивая баня. Цветовую гамму выбирал заказчик. Ему очень понравилось цветовое сочетание белого и синего. Баню рисовал визуализатор. И я очень довольна тем, что нам удалось картинку полностью воспроизвести в натуре. И заказчик этому очень рады. Мы очень рады, что получилось. И, ну, я думаю, мы еще весной сюда приедем, посмотрим. Я думаю, весной будет еще красивее. Будут видно ступеньки, террасу. Здесь очень красивая терраса. Она брашированная, покрашена в очень красивый цвет 18-24. Такой коричневый. Он прям как мореное дерево смотрится. В принципе, здесь все цвета подобраны очень грамотно. Сочетание очень хорошее. Заказчикам нам очень повезло. Он всегда нас слышал. Мы старались слышать его. И для того, чтобы всем понравилось то, что в итоге мы сделали. А сейчас мы пойдем с вами во внутрь. И вы видите, какая она большая и просторная. Вот это помещение, о котором я вам рассказывала. Которое у нас получилось, как задумано, очень просторное. Красивое, теплое помещение получилось. И самое главное, что оно не кажется прям очень большим. Оно кажется как надо. Как будто так и должно быть. Здесь высота потолков самая высокая 3,30. А самая низкая 2,5 метра. Здесь еще будут полы. Поэтому высота будет чуть-чуть поменьше. Ну, в целом высота гармоничная. То есть получилось вот прям очень здорово. И я бы сказала эргономично в том числе. Здесь даже... То есть здесь достаточно пространства для того, чтобы что-то еще придумывать, творить и наслаждаться данным строением. Так, теперь пойдем, хочу показать парную. Значит, парная у нас выполнена из кедра. Несущие конструкции полков у нас из лиственницы. Она достаточно водоустойчивая и износостойкая. А стены выполнены из вагонки кедровой. Полки тоже из кедра выполнены. Запах стоит просто вот... Обалденный. Заходишь и сразу хочется здесь прямо остаться. Вот строители, которые здесь работали, они тоже принимали участие. Они тоже много предлагали вариантов. И вот, как видите, в итоге мы пришли вот к такой интересной конструкции. Мы впервые ее реализовали на нашем объекте, когда у нас вот такая усеченная здесь... Ну, то есть под углом ступенька, чтобы удобно было ноги ставить. Но это в первую очередь было сделано для того, чтобы нижняя ступень была попросторнее. То есть иначе она получалась очень маленькая, поскольку... Тоже вот мы переживали, что печь будет стоять достаточно опасно относительно полков. Но вот сейчас я нахожусь здесь, и я понимаю, что все-все вписалось, все очень гармонично. Все очень вот прям здорово получилось. Печь стоит где нужно. Она не мешает совершенно. Прям я не боюсь к ней подойти. Она достаточно в безопасном месте стоит, достаточно на безопасном расстоянии от полков. И здесь очень просторно. Потому что когда мы впервые с Александром зашли сюда, еще здесь ничего не было, он такой, ой, я переживала, что здесь прям встать негде будет. А вот здесь мы даже, кстати, втроем стояли, общались, и достаточно вот прям здесь было просторно, и мы друг другу не мешали. Вот, а я думаю, что если еще сидеть на полках, здесь может поместиться даже, ну, наверное, человек семь спокойно, и будет очень даже не тесно. Вот, вот та печа, которую я вам рассказывала, которая вот действительно прогревает всю баню, и действительно удалось прогревать весь воздух. То, о чем я переживала, что пространство большое, вот в комнате отдыха, и что воздух будет тяжело прогреть. Ну, печь справляется. Это печи Везувий. Везувий и русский парольник. Здорово. Ну, видишь, как там раскалилось прям. Здесь даже у нас расположилась душевая комната, ну, это санузел, скажем так. И вот тоже я переживала, что он будет маленький, и как же здесь вот, собственно говоря, удобно будет, неудобно. Сейчас вижу, все получилось, все прям здесь будет удобно, комфортно, и достаточно развернуться для того, чтобы совершить какие-то манипуляции, да, после бани. То есть здесь никто не будет толкаться плечами. То же самое я переживала и по поводу предбанника. Тоже думала, будет маленький. А вот сейчас прям вот хорошенький он получился. То есть тут и шкафы поместятся, и проем такой. Вот проем мы специально предусмотрели, очень большой, чтобы можно было удобно заносить и мебель, и что-либо. Вот, ну, в целом получилось прям здорово. Я вот очень довольна, потому что на чертежах это одно, а в жизни это совсем другое. Ну, в общем, честно говоря, данный объект, вот реальность превзошла мои ожидания. И мы теперь будем и другим нашим клиентам советовать, вот попробовать такую концепцию. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»